Всем добрый вечер. Вот еще заканчивается у нас почти пленарная неделя, и завтра еще остался один рабочий день. В этой пленарной неделе, по-моему, следующая пленарка начинается 23 числа, как раз после выборов, после второго тура выборов президента. Но я в первую очередь хочу поблагодарить всех своих друзей, всех своих близких людей за очень много теплых слов, которые были сказаны и сегодня, и, конечно, вчера, в мой адрес, так сказать, во время моего дня рождения. Мне очень приятно, что меня окружают такие хорошие, добрые, любимые, любящие люди. Я уверен, что все слова, хотелось бы мне, конечно, в это больше верить, что эти все искренние слова, которые были сказаны с поздравлением 58 лет. Ну, это такой как бы возраст, стоит задуматься. Ну, сказал мне мой друг Миша Бродский, 58 это еще как бы, а вот 60, как бы ты ему исполнил с 5 апреля, вот это уже возраст серьезный. Я хочу особенно поблагодарить своих родителей, хочу большое сказать спасибо своей мамуле, которой всегда со мной. И я хочу, чтобы мамочка моя очень долго-долго жила, и тогда я себя буду чувствовать всегда, так сказать, ребеночком, сыном. Хочу сказать большое спасибо своей семье за прекрасные поздравления в мой адрес. Вы знаете, независимость, это или предатель сельсоветов, или руководитель районных администраций, или это премьер-министр, или это президент страны, так или иначе, всегда получать приятное поздравление. И, вы знаете, несколько раз, а может быть раза 3-4 даже заряжал телефон, потому что зарядки не хватало. И сегодня продолжали звонки, кто-то пропустил, кто-то, так сказать, позвонил попозже, может быть не дозвонился, потому что сложно было пробиться, я себя представляю в такой момент. Ну, следующая неделя окружная, 15-го числа уже буду на округе в раздельной, опять-таки, дорога Р-33, строительство амбулатории в Яковлевке, строительство амбулатории на округе Сергея Викторовича Маслова, строительство дороги, которую, так сказать, мы начали еще строить вместе с губернатором Максимом Владимировичем Степановым. Ну, лично мне очень и очень непонятно причина его увольнения. Честно говоря, много хорошего сделал Степанов для округа, очень много звонков я получил из округа. Вы знаете, ну, не думаю, что это только выборы, может быть какие-то еще показатели есть, но будем надеяться, что и Сергей Порошенко примет активное участие в разбудовании Одесской области. Ну, наверное, с помощью депутатов областного совета. И, наверное, так сказать, уже выйдем на выборы депутатов Верховного совета. Ну, это все еще впереди. Поэтому спасибо еще раз вам громадное. Мамочка, спасибо тебе, родная, за то, что вы с папой меня 58 лет тому назад, как бы, так сказать, родили, воспитали. Вложили в мое сердце добро, которое мы сегодня вместе с моими друзьями творим добро на 139 округе. Всем хорошего настроения. Завтра у нас тоже большой праздник, День космонавтики. Опять кто-то может говорить о том, что это коммунизация, Юрий Гагарин, советский космонавт, русский космонавт. Но я хочу всем напомнить, что все те ракеты, которые были изобретены, они были изобретены нашим земляком, житомиряниным, королевым. Поэтому космос – дело всенародное. И в этом принимали участие независимости от национальности, от места рождения. Главное, что была цель. И цель была достигнута. И 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос. Еще раз говорю, всем огромное спасибо. Завтра выйду на связь. Спасибо. Спасибо.